Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня поговорим о ключевой машинке русской ветки ПТ-САУ. Почему ключевой? Потому что из нее выходят еще две. Тяжелая ветка и легкая ветка. И на этой машине нам придется провести больше времени, чем на остальных машинах шестого уровня, потому что из нее выкачиваются сразу две ветки. И что же это за аппарат? Аппарат, кстати, достаточно годный, достаточно приятный и в бою никогда вас не подведет, если у вас достаточно прямые руки. А если кривые, то это самая та машина, на которой их можно выправлять. Итак, немного истории. Сделано на базе Т-34-85 среднего танка, соответственно и динамика у нас от него, обратите внимание. Сделано на заводе Уралмаш в конце 43-го, начале 44-го года, как дальнейшее развитие СУ-85, ввиду недостаточной возможности последней борьбы с немецкими тяжелыми танками, такие как Тигр или Пантера. Серийный выпуск начат на Уралмаше в августе 44-го и был продолжен аж до 48-го. Кроме того, в 51-56 годах производилась эта самоходочка в Чехословакии. Всего вместе с чехами было выпущено 4976 экземпляров. Итак, давайте по бронированию. Крыша у нас 20 миллиметров, это уже как бы устоялось. 20 миллиметров у русских ПТ-САУ везде, в крыше имеется в виду. То есть для артиллерии мы очень уязвимы, не надо это забывать. Стало быть, нам лучше играть от маскировки, потому что артиллеристы нас очень сильно любят. Броня боковая и кормы по 45 миллиметров, что в принципе достаточно неплохо. От фугасов нас спасает, от большинства во всяком случае. Уязвимая зона люк мехвода. Ну как уязвимая опять-таки зона 65 миллиметров, если остальная рубка 75 миллиметров. 45 миллиметров НЛД, но оно под таким углом, что его выцеливать никто не будет, никому это не нужно. Экраном является вот эта вот маска 75 миллиметров в общей сложности, плюс 75 миллиметров наклонная броня. Пробить в маску эту ПТ-САУ будет достаточно тяжело. Поэтому она достаточно огромная и танковать мы ей в принципе можем, но лучше этого не делать, потому что остальное пространство пробивается легко. Итак, пушки у нас две на выбор. 100 миллиметров и 122 миллиметра. 100 миллиметровка очень хорошо подходит для фарма, потому что там дешевенькие снарядики. По-моему, по 256 они стоят, сейчас уже точно не помню. А вот 122 миллиметровые снарядики стоят по тысяче с копеечками. 4800 стоит голда и 608 стоят фугасы. Фугасов можно, конечно, парочку возить там для каких-нибудь ватных целей, которые можно пробивать фугасным орудием. Кстати, сколько у нас там пробития? 61. Достаточно себе неплохо. Можно одноклассников в борт пробивать даже фугасом. Это приемлемо будет, ибо у фугаса у нас повреждение 465. То есть некоторых можно даже в ангар отправить. Какого-нибудь там, ну скажем, хеллката есть шанс отправить в ангар, ибо у него там 15 миллиметров, пробить его легко. 122 миллиметровая, конечно, пушечка предпочтительнее, но, увы, подойдет больше тем, у кого премиум аккаунт. У кого его нету, смотрите сами. Потому что это будет не фарм, это будет чистый нагиб, но фарма у вас практически не будет. Это я вам обещаю, потому что я много отъездил на этой машинке без прем-аккаунта, и я знаю, на что она способна в плане фарма. Углы наводки у нас по 12 градусов по горизонтали, то есть достаточно неплохо. На 6 вниз опускается пушка, тоже достаточно неплохо. На 20 вверх. То есть углы наводки у нас для новичка вполне подойдут. По динамике она супер, ну, сами понимаете, от среднего танка база, шасси, соответственно, гоняет, она будет здоров. То есть подойдет нам по полной программе. По дополнительным модулем. Здесь возможны варианты. То, что выбрал я, это не факт, то есть можете выбрать сами. Здесь еще, как из вариантов, есть просветленная оптика вместо стереотрубы, кто любит двигаться. Приводы наводки, кстати, актуальная штука, потому что у нас все-таки сведение достаточно долгое, 2,9. Досылатель можно не ставить, можно поставить вместо него вентилятор, но тут, короче, как хотите. Можно еще сетку использовать. Тоже, в принципе, немаловажная штука, но учтите, что у 122 миллиметровки есть дульный тормоз, и при стрельбе она светится, будь здоров, и даже маскировочная сетка ей не поможет. Но частично скомпенсирует дальность обнаружения. Боекомплект у нас находится вот в этой части. Кусочек. Здоровенький кусочек находится вот здесь и в задней части рубки. Еще где-то там на полу, ну, в принципе, это не играет роли большой. То есть левым бортом старайтесь не подставляться, потому что выстрелом от какого-нибудь кваса можете сразу пойти в ангар. Потому что взорвут вам боекомплект и будьте добры. Ну, или если вы встретите аналогичную на поле боя, старайтесь выцеливать левый борт. Вот сюда, вот, 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 вот. Будет очень хорошо. У вас есть шанс повредить ее навечно, навсегда. Одним единственным выстрелом. По экипажу качайте, старайтесь качать маскировку. Не нужно никакие ремонты. Вот эту вот бредятину, я не знаю, кто там несет, постоянно всякие вододелы говорят, качайте там ремонт в первую очередь. Какой ремонт? Ремонт качать только для тяжелых танков, для ПТ-САУ с таким запасом прочности в 580 тачков. Ремонт вообще не подходит. Он не нужен. Если в вас попали, сбили гуслю, вы использовали ремку на него, поехали дальше, быстренько спрятались и перегруппировались, решили, куда вам поехать дальше. Если нет, второго выстрела вы наверняка не выдержите. Ремонт нафиг не нужен. А вот маскировка здесь будет очень актуальна. Есть разница, заметят вас сразу или вас заметят на 100 метров позже. Разница огромная. Супер тачка, гоняйте. Вообще очень хорошая. А пока давайте перейдем в бой, а там продолжим. Итак, мы на карте Мураванка, не в топе. Семерки против нас есть. Ну, в принципе, против семерок мы тащим очень даже неплохо. Вот с восьмерками уже дело обстоит сложнее. Там уже нужна голда, подкалиберы. Без них никак. Особенно если какие-нибудь тяжелые танки против нас выезжают. Ну, то будьте добры. Хотя 175 пробития, в принципе, против восьмерок в основном достаточно. Иногда бывают случаи, когда восьмерки не пробиваются. 175, если тем более какой-нибудь тяж стоит ромбом. И нам его тяжело выцелить как-нибудь там в какую-то... Тем более пушка косоватая. Ну, что ж тут сказать. Ну, сейчас заезжаю, поднимаюсь в горочку. Я бы и дальше бы проехал. На самом деле, выгодно ехать дальше. Но, увы, наши почему-то решили, что дальше ехать не стоит. Лучше сдохнуть тут. Вот. Они все стали рядышком со мной. Основная часть поехала зачем-то в лес. Хотя там достаточно трех-четырех танчиков из своей команды. Я здесь поджигаю светлячка вражеского. Думал, что засветился, отъехал. Но в свет не попал, слава богу. Поэтому я подъезжаю обратно, останавливаюсь. Вижу, что слева от меня какая-то движуха происходит. Наши там непонятно, что делают. Вместо того, чтобы тяжем поехать дальше, по первой линии прокатиться, раздавить там... Нет, они заехали там поодиночке. Там хеллкат уже сгорел. Ну, в общем, я чувствую, что пахнет большой-большой задницей здесь. Здесь пытаюсь добить светляка, но он, к счастью, не доезжает. Его наши убирают. Вот разброс у пушки достаточно большой при повороте. То есть приходится сводиться полностью. Пушка косоватая. Вот жалость. Вот если бы она была поточнее, да и сводилась бы побыстрее. Ну, это была бы вообще имба. А так это просто хорошая ПТ-ха с хорошей пушкой. Вот здесь ВК-шка 36-я стоит. Целиваю ей НЛД. Надо же, попадаю даже. Такое тоже бывает. До этого сыграл несколько боев, как бы тоже неплохих. Я скажу так. Машинка тащит хорошо. Даже с косоватой пушкой тащит очень неплохо. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, чего-то получше. Но нам везет в данном случае. Пуляем очень точно, как бы попадаем. Вот у меня первый фраг уже. Наши сливаются. Поехали всей толпой. Лопнули, как мыльные пузыри там возле этого самого, возле леса. Нахрена они туда все поехали? Ну, мне, честно говоря, непонятно. Единственное, хочу отметить, вот у нас синенький один есть. Вот Е25, он в топе. Он, в принципе, зарешает эту игру не я, а именно он. Потому что, если бы они нас раздавили с той стороны, то все. Тут была бы полная задница. Я бы тут ничего бы не сделал бы сам. Вот выезжает достаточно опасная ПТ-шка немецкая. Даю и шот, отъезжаю назад. Потому что это самая приоритетная цель. Она слишком больно бьется. Союзный СУ-100. Дает ей шот. Тоже молодец, отъезжает. Счет, обратите, 4-10. Ну, все. Можно сливать воду, что называется, обычно. Но, как говорится, не тут-то было. Здесь Яна поддал. Там он Е25 буйствует буквально. Вот первый фраг он взял. Он потом там еще раздаст. В итоге у него урона будет больше, чем у меня. Вот молодец, еще Кваса отправляет в ангар. И уже 7-10, уже как бы и тащить-то можно. Я вот здесь занимаю позицию. Я так думаю, ну, может, вперед все-таки проехать. Ну, мне рваться вперед смысла нет. Е25, ну, жесть. Он там просто всех разбивает. Я не знаю, как он это сделал. Конечно, хотелось бы посмотреть, каким макаром он там их разобрал. Целую кучу противников. Но, увы, мне это недоступно. Стою здесь, занимаюсь кустостоянием, если не сказать хуже. Очень хочется помочь Е25 подъехать туда. Но я понимаю, что и тут я нужен. И тут база рядышком. Надо что-то делать. Он Е25 опять очередной фраг забирает. Ну, больше он не переживет. Но, тем не менее, молодец парень. То есть, супер сыграл. Ну, или девушка, я не знаю, кто там. Вот здесь ВК-шку. Жду. Специально не стреляю. Жду, может, мой союзник по засвету отстреляется. И он отстрелялся, в принципе, молодец. Но не пробил, к сожалению. Вот тут меня 34-ка не пробивает. Обратите внимание. 34-ка попадает в свой СУ-85 союзный. СУ-85 мог бы выкатиться и дать мне шотик. Но он очканул, потому что он знает, что такое СУ-100 наверняка. Но что такое перезарядка у СУ-100? Он, походу, не знает. Потому что это минимум 10 секунд. Я понимаю, что КВ надо спасать. Ну, нужно ломиться, врываться. Забираю 34-85. Ну, тут уже СУ-85 герой. Ну, получает, тем не менее, шот от КВ. Выбивает мне боевую кладку. Вот не пробивает меня почему-то. Не знаю даже почему. Неправильно показывает реплей, кстати. Мою перезарядку после выноса БК. У меня, на самом деле, была зажата левая кнопка мышки. Я бы его убил бы сразу. По перезарядке. Ну, почему-то показалось, что я перезаряжен. Нет, на самом деле, я был на КД еще на тот момент. И как только КД закончилось, он сразу пошел в ангар. Ну, такой скоротечный достаточно бой получился. Хотел вот здесь шестой фраг взять. Ждал полного сведения. Но тут меня опередили. Ну, кто-то из наших тут пишет. Дайте СУ-100, там воина, дайте ему там. В принципе, ребятам благодарен. Молодцы. Вот оставшиеся именно, как бы, хорошо сыграли. Отстояли такой трудный бой. Ну, счет, помните, был 4-10. Ну, это ж вообще. В итоге у нас погиб только Е25. Надо отдать ему должное. Фактически он затащил этот бой. А я на этом фланге только помог. То есть, просто какие-то мои более-менее грамотные действия позволили команде победить. Ну, а на этом видео у меня заканчивается. Смотрите результаты боя. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Всех вас буду рад видеть, слышать. Любая ваша активность будет мне по душе. Видите, взял тут воина и снайпера. Немножко даже денежек заработал. Ну, и в принципе, все. Ну, а на этом мы закончим эту трансляцию. Всем пока. Пока.